Здравствуйте, уважаемые друзья. Сегодня у нас на обзоре серия фидерных удилищ от компании Maximus, называется Invader. Серия насчитывает достаточно большое количество фидеров с тестом от 30 до 180 грамм и длиной от 3 до 4,2 метра. Значит, как известно, бренд корейский, на бланке, в общем-то, это указывается. Ну и начнем, что называется, с места в карьер. Ну, я думаю, что все знают мою серию от Сабанеева импульс, которую, в общем-то, у меня пришла на смену серии Фотон, которую я снял, соответственно, с производства. И, в общем-то, одна из причин была эта катушка-держатели. Поэтому, как вы знаете, в импульсах стоит катушка-держатель с нижней гайкой. Это максимально надежный катушка-держатель в средне-бюджетном сегменте. И вот, когда я увидел в первый раз эту серию Invader, в общем-то, она мне сразу легла в душу, как только я видел катушка-держатель, который именно с нижней гайкой. Я не говорю, что этот катушка-держатель какой-то современный, да, или там последней технологии, совсем нет. Я говорю, это за надежность, больше ни за что. Потому что, скажем так, в бюджетном, в средне-бюджетном сегменте катушка-держатели с верхним форогриппом, то есть, когда верхняя гайка закручивается, часто делают производители не очень, ну, ставят не очень дорогие, выбирают для производства не очень дорогие. И, соответственно, ненадежные. Поэтому, если уж ставить такой держак, да, с верхней гайкой, то он должен быть дорогой, соответственно, ну, и качественный, да, соответственно, и цена удочки возрастает. Поэтому, с моей точки зрения, лучше ставить нижнюю гайку вот такую, чем, скажем так, бюджетный катушка-держатель, который будет у вас сейчас частенько ломаться. Поэтому здесь стоит нижняя гайка. Ее плюсы. Первое, это максимальная долговечность. То есть, никаких проблем, я не знаю, что когда-то с ней, когда-то происходило. Во-вторых, она позволяет часто именно эта модель широко раздвинуть лапки держака для того, чтобы сюда установилась катушка практически там 5-6 тысячного размера, а некоторые даже, ну, кому там особо это нужно, 7-8 тысячники. Поэтому, скажем так, убиваются два зайца, как говорится, да, и надежность, и, в общем, универсализм. Далее, по бланку, ну, для почитателей, скажем так, корейских заводов и корейского производителя, я думаю, многие знают и по блэкхоллу и так далее, что по качеству, главному качеству, это надежность и серьезных дефектов здесь, в общем-то, быть не может, потому что все-таки славится достаточно хорошим качеством. Единственное, что здесь может встречаться, ну, просто вот по моим, скажем так, по моей работе с Кореей, да, с корейскими заводами, это какие-то декоративные вещи, то есть залаченное колечко где-то, чуть-чуть какой-то подтек лака, то есть, скажем так, то, что на полет не влияет, так сказать. Поэтому, в общем-то, этим можно пренебречь. Но самое главное качество того, что у вас не будет здесь какой-то воздушной каверны, от чего при забросе сломается фидер, да, либо часто бывает так на дешевеньких китайских фидерочках, там, я встречал это на той же Кайде, например, когда смотришь торец, то или место слома, да, то видно, что в одном месте стенка толще, а в другом тоньше, то есть, это уже качество припрыга достаточно плохое. Здесь вот такого быть не может, то есть, что сразу внушает доверие, это надежность. Это мощные палочки такие, которые берешь в руку и понимаешь, что, в общем-то, они с тобой и в огонь и в воду пойдут. Значит, дальше здесь у нас идет пробочка, но достаточно, скажем так, качественные обои. Не могу сказать, что это вот прям что-то сверхъестественное, но по отзывам, да, владельцев, я ими, как бы, часто долго не ловил, я имею в виду, но по отзывам владельцев и видя своими глазами, когда нам приносят эти фидера, да, и у знакомых моих, да, что, ну, серьезных каких-то проблем с этой пробкой нет, главное, не забывайте снимать полиэтилен. Дальше идет качественная Эва, небольшое утолщение и, соответственно, торцевая пробка из резины с лейблом Maximus, по колечкам. Да, они не облегченные, да, они не противозахлестные, но из тех серий, которые часто ставят производители, скажем так, пытаясь сэкономить, либо из тех серий колец, которые можно было бы сюда поставить на бланк. Эта серия известная, уже много лет выпускается, и я могу сказать, что с перепиленными кольцами ни интерцептор, ни инвадер никогда я фидеров не встречал. Ну, наверное, может быть, у кого-то это и случалось, но, скажем так, это совсем не проблема, и это, если и есть, то единичные какие-то вещи. Значит, по вершинкам. Вершинки снабжены противозахлестными тюльпанами, качественными, то есть я знаю масса моделей тюльпанов противозахлестных, но большинство из них, в общем-то, свою функцию совсем не выполняют. Вот этот вариант, его минус это достаточно тяжелые тюльпанчики, но если это было бы лайт фидера или пикирочки совсем нежнейшие, то это еще можно было как-то, скажем так, сказать, что вершинка будет перегружена и тому подобное. На этих фидерах с такими тестами это как раз то, что надо, в общем-то, и они совершенно не портят чувствительность, не портят картины. В общем, это те тюльпаны, которые действительно выполняют свою функцию, они действительно препятствуют перехлесту и поломке вершинки. Дальше идут пропускные кольца, соответственно, они средние, но это вот та золотая середина, что нужно. Я тестировал эти фидера с плетней 0.13 и шоком 0.3, то есть даже на этом узле совершенно спокойно все пролетает, есть щелчка, я не слышу. При подмотке все пролетает точно так же назад. Поэтому если вязать правильным узлом, а кто не знает, пожалуйста, посмотрите в обзорах и советах на канале Multifish у меня на сайте, не на канале Multifish, на сайте Multifish есть рубрика обзора и советы. Вот там прям досконально показано, как вязать правильный узел, как привязывать шок-лидер, плетня плюс монолеска, потому что узлы разные, есть плетня к плетне, моно к моно. Вот я как бы ловлю с шоком именно из монолески и основная у меня плетенка. Значит, по, соответственно, три вершинки идут к каждому фидеру. Маркируются они достаточно просто, в граммах. И, наверное, давайте сразу приступать уже, как мне люди просят, к измерениям. Дальше мы их разложим, как обычно, посмотрим их строй. Ну, давайте вот начнем, значит, с 360-90. Колечко крупное, нижнее. Соответственно, можно сюда катушечку ставить совершенно спокойно, хоть 6-ти тысячную. Все пролетать будет хорошо. Критического никакого угла для лески, для сброса лески не будет. Можете выйти в этом спокойно. Значит, по диаметру колечко... Что-то у меня тут сбилось чуть-чуть. Так, по диаметру колечко 20... ну, 25-е оно считается. Дальше диаметр рукояти. 25-е, и расстояние теперь от кольца до центра держателя 50-е, и длина рукояти. Тоже немаловажный момент для людей, у кого, может быть, длинные руки, либо наоборот, короткие. 54 сантиметра, чтобы люди подбирают под себя, в общем-то, длину рукояти. Это важный момент. Значит, по вершинкам здесь идет два стекла. Это 30 грамм и 60 грамм. И, соответственно, 90 грамм у нас будет карбоновая вершинка. Следующий, 390-180 тест. Сразу измеряем кольцо. Здесь у нас 25-е, такой же стоит. Диаметр тоже 25. Ну и, соответственно, расстояние от центра... От кольца до центра держателя 58. И рукоятка 54. Также идут в комплекте три вершинки различной жесткости. Две вершинки стекло. Это у нас 150 и 120 и 180 тест. Вершинка карбоновая. Следующий, 330-150. Так, диаметр колечка. Двадцатка. Диаметр ручки 25. Расстояние, значит, рукоять 47,5. И расстояние от кольца до центра держателя. Сейчас я вот беру с учетом захода. Это 63. Три вершинки в комплекте. 90 это стекло, 150 это уголь. И 120 это тоже стекло. Значит, следующий фидерочек у нас. Триста девяносто, 150. Вот здесь вот колечко такое стоит у нас чуть... Могло быть, скажем так, чуть побольше. Здесь двадцатая стоит. Но могли бы, конечно, двадцать пятая поставить. Просто оно как бы просится все-таки сюда. Значит, 25 тоже диаметр рукояти, как и на предыдущих. Расстояние 63 от кольца до центра держателя. И ручка 48,5. Так, три вершинки в комплекте. 120, 90 стекло и 150 карбон. Здесь я, наверное, уже выйду из кадра, но измерю. Значит, колечко у нас 20. Соответственно, рукоять точность также 25. Все очень просто. Расстояние от кольца до центра держателя 56. И ручка у нас 48,5. Три вершинки в комплекте. 90 и 120 стекло и 150 карбон. Следующая модель 300 до 120. Сразу же меряем колечко. 1,5. Ну, соответственно, рукоять 25, как и у всех. Расстояние от кольца до центра держателя 55. Ручка 42,5. Три вершинки в комплекте. Так, значит, две стекло. Это 60 и 90. И 120 это карбон. Следующий 330, 120. Ну, 25, соответственно, толщина рукояти точности также. Двадцатая колечко стоит. Расстояние от кольца до центра держателя 60. Рукоять 48. Три вершинки. Значит, у нас стекло 60 и 90 и 120. Это карбон. 300 до 90. Следующая моделька. Расстояние от кольца до центра держателя 59. И рукоять 42,5. Расстояние от кольца до центра держателя 69. Рукоятка 42,5. Так, две вершинки стекло. Это 30,60 и 90 это карбон. Ну, диаметр кольца, не помню, померил полтора. Ну, с 15 миллиметров точнее. Значит, следующий у нас на очереди 420,180. Здесь уже мощное кольцо. Значит, 25. Диаметр рукояти тоже 25. Расстояние от кольца до центра держателя 63. И рукоять у нас 58. Три вершинки, соответственно, в комплекте. Стекло это 120 и 150. И 180 это карбон. Дальше я, наверное, уже из кадра вылезаю. Ну, дальше измеряем. 360,120. Расстояние от кольца до центра держателя 56. Рукоять 48,5. Диаметр 25 рукояти. И 20, судя по всему, колечко. Да, 20. Я как бы могу вам и наизусть все это сказать, но люди почему-то просят мерить. Прям при них. Ну, как просят, несколько человек. Вот, кто впервые, видимо, подписался на канал. Значит, 60,90 стекло, 120 карбон. И следующий, последний, это 420,150 кольцо 25. Диаметр рукояти 25 тоже. Расстояние, значит, длина рукояти 57. И расстояние от кольца до центра держателя 65. Три вершинки в комплекте. Вот так, 120,90 стекло и 150 карбон. Значит, сейчас мы, как обычно, все разложим, понагружаем, посмотрите строй. Значит, по запчастям пока проблем не было. На всякий случай скажу, что для покупателей официального магазина мы берем у официального дилера Федера Максимус. И, соответственно, никаких подделок и близко быть не можем. Мы отвечаем за качество. Мы от магазина даем бессрочную гарантию на заводской брак. На весь срок службы удилища раз. Во-вторых, все удилища, которые у нас покупаются, ну, практически все, за исключением вот графит-лидер фирмы, да, и Мавера, то люди, купившие у нас эти удилища, имеют право на получение двух запасных частей в год в период действия акции. Условие два, соответственно, как я сказал, это покупка у нас в магазине Multifish. И второе, это подписка минимум на три социальные сети. Телеграм, ВКонтакте и Ютуб. И желательно, Инстаграм, Фейсбук и Рутюб. И при этом, когда мы объявляем об акции, которые мы проводим уже два года, на разные абсолютно, это и Сальма, и Фидер Концепт, и Дайва, и Мейджер Крафт Спиннинги, Лаки Джон, и много-много всех еще, всех всего, Блэк Холл тот же самый. Люди заставляют заявки, бесплатно мы им высылаем эту запчасть, если не могут забрать самовывозом, кто живет в Москве, приезжает, забирает. Об этих акциях мы объявляем только в социальных сетях и, соответственно, в разделе новости на сайте Multifish. Значит, давайте мы разложим, да, и начинаем смотреть строй. Ну, дорогие друзья, разложили. Константин Михайлович нам поможет в плане нагрузки на бланк. Значит, у меня в руках 300 до 90 грамм. Вот показываю вам на белую дверь нашу, чтобы хорошо было видно карту колец. Само расположение, катушка-держатель. Ну, приятный фидорочек. Значит, сразу скажу, что я сюда ставил вершинки средние из комплекта. Вот такой хват. Ну, средний, да, средний строй. Ну, можно сказать, средний быстрый строй. В общем-то, ничего тут не колбасит, скажем так. Значит, течение держат они все неплохо. Нагружаем. Ну, смотрите, бланк, в общем-то, работает весь. Прогибается. Хорошо будет вязать рыбу. А за счет диаметра достаточно немаленького и вершинки, и верхней части будет держать неплохо течение. Да, по моим тестам, скажем так, вот эта палочка небольшая, да, она раскрывается, в общем-то, даже 28, там, 30 грамм кормушка уже прекрасно летит. Значит, следующий 330-90. То же самое построю, просто чуть длиннее, ну, соответственно, дистанция заброса у этого Федорочка, я думаю, что где-то, ну, я вот конкретно им не помню, что я, то есть, именно за сколько бросал, да, но ориентиры, это в районе 40 метров максимум, я думаю. Значит, нагружаем. Ну, то же самое, видите, то есть, вся серия, она, в общем-то, имеет идентичный строй. Кому-то он нравится, кому-то не нравится, но, тем не менее, если бланк был бы тоньше, то струю и течение он бы держал плохо, а здесь, в общем-то, мы имеем неплохие показатели. Значит, 360-90, здесь уже крупные кольца по строю. Ну, то же самое абсолютно. Значит, по бросковым качествам Федорочек хорошо уже бросает 42 грамма плюс корм. Значит, сразу вопрос по перегрузу. То есть, по перегрузу, с моей точки зрения, все-таки берите эту серию в рамках теста, потому что некоторые модели при серьезном перегрузе, там где-то 30%, начинают уже валиться серединка. Поэтому, скажем так, не стоит брать с запасом, с большим, лучше просто поднимитесь с Фидером по тесту. Значит, ну, вот конкретно вот эта моделька, 90 грамм плюс корм, она бросает. Поэтому можно считать ее даже по меркам той же Волжанки 90+. Ну, и, естественно, обязательно это должен быть у вас плавный бросок с постепенным ускорением, никаких там маятников из головы резких, выхлестов спиннинговых быть не должно. Ну, вот смотрите, вот такая работа бланка. Хорошая бюджетненькая серия, универсальная. Значит, следующий 300 до 120 уже грамм. Это единственный фидер, к которому у меня есть вопросы и негатив. Почему? Потому что 120 грамм я на него вешал, даже 100, он у меня особо не бросает. То есть это либо вы бросаете, вы ловите очень близко от берега, и фактически рукой бросаете туда кормушечку, либо, соответственно, ставите просто меньший вес. То есть вот он хорошо бросает 40 грамм-примерно 70 чистого веса кормушки. Нагружаем. Видите, то есть это такой вот пикерочек. И я, кстати, держу очень достаточно слабо, и видите, как он уже весь бланк. То есть, скажем так, здесь тест, с моей точки зрения, написан на бланке завышенный. В реальности он меньше. Значит, следующая модель 330-120. Здесь тоже самое абсолютно по тесту. То есть также тест завышен. И, соответственно, работа здесь в идеале это до 70 грамм. Ну, 90. Вы можете сюда кормушку поставить по свинцу, да, но, соответственно, дистанция заброса у вас будет там 25-35 метров, но не дальше. Дальше уже он будет валиться. И то это зависит от броска, соответственно, от техники. Видите, вот чуть-чуть мы уже нагружаем. Я не так сильно даже держу. Видите, вот он уже практически отрабатывает полностью до рукояти. Значит, 360-120. Здесь уже чуть более упругая середина. Давайте загружаем. По тесту здесь написано, соответственно, то же самое 120. От 40 грамм он работает прекрасно. Он начинает уже бросать. Идеальный его вес кормушки без корма 50-70 грамм. До 90, я бы даже сказал. То есть, если это небольшого объема кормушки. То есть, скажем так, ставить на него кормушку 120, большого, ну, там, скажем так, выше среднего объема, и пытаться забросить очень далеко, не нужно. Поднимитесь по тесту выше, возьмите до 150. Значит, 390-150. Одна из самых востребованных моделей. Вот. Одна из самых востребованных моделей. Видите, как сказал, так из рук выпало. Скажем так, плюсы ее. То есть, она реально по тесту. Эта палка бросковая. Она любит, чтобы ее хорошо прогружали. И при этом она будет очень хорошо у вас швырять. По, скажем так, весу кормушки. От 60 грамм до 120. Она работает. Видите, совсем другой строй. Вы смотрите. Видите? Она уже, я сдержу уже, две руки применяю для того, чтобы давить. И она, соответственно, работает уже чуть иначе, чем предыдущая. Мордочка работает больше, а дождь уже загружается очень упруго. То есть, эта палочка уже соответствует тесту. Значит, дальше. 420-150. Ну, в руках лежит, ну, скажем так, даст, ну, чуть, хотелось бы чуть полегче, конечно. То есть, эта палка для того, чтобы она стояла на стойках, на подставках. То есть, с ней в темповом, в темповой работе это не половишь. Но, соответственно, и серия сама все-таки среднебюджетная. Поэтому имейте в виду. С вас никто огромных денег. То есть, то, чтобы с таким, с такой длиной, таким тестом фидер был легкий, он должен стоить раза в 4 дороже. Значит, 420-150. Видите, строй здесь такой же. Средний, быстрый. Мордочка достаточно посылистая. Течение она держит хорошо. И, в общем-то, тест тоже соответствует написанному. То есть, работа кормушек идет от 70 грамм до 120 грамм. Это идеально. Он бросает. И бросает, при том, так, на хорошие где-то 70 даже метров можно им забросить. Нагружаем. И опять же, видите, смотрите, сразу верх работает. И дальше уже, уже упругая. Я опять применяю две руки. Видите, а если сравнить вот с предыдущим, где я говорил, что неверно указан тест. Смотрите, и амортизация относительная есть, достаточная. Да, и в то же время палочка такая, хорошо. Любит, чтобы ее загрузили. И с таким неплохим запасиком. Значит, 360-150. Вот эта палка очень не нравится. По как она лежит в руке. Если вы выбираете вот фидер с таким тестом именно, да, то присмотритесь именно к этой модельке. Потому что бывают все их часто удачные и менее удачные модельки. Вот эта вот моделька, она прям вот супер, супер-супер заходит. И по кольцам, видите, и по карте колец, и по диаметру. То есть она и по строю, видите, то есть это чистый речник такой. Я бы сказал, что здесь строй не средне-быстрый, а уже ближе к быстрому. Видите, она посыристая, она хорошо загружается, хорошо вкладывается. Нагружаем. Да, падок, кстати говоря, по работе от 42 грамм, 40-40-50 грамм начала и до 120. Если вы будете аккуратно бросать, вы можете чуть-чуть даже его перегрузить. Но никаких резких выхлестов спиннинговых быть не должно. То есть вы бросаете с плеча с постепенным ускорением. Значит, следующий 330-150. Тоже палка приятная для ближнего боя, так сказать, для течения ближнего. Для ближнего, ну, дистанция до 40 метров. Прекрасно забрасывает она, хорошо она грузится. И хорошо, в общем, как катапульта выстреливает. 150-й тест здесь реальный, ну, я бы сказал, там, 140, наверное, где-то вот так. Чуть-чуть бы я пониже его дал. Но за счет самого материала она, в общем-то, терпит небольшой перегруз. Поэтому 150-й, если вы будете бросать общего веса, то, в общем-то, проблем не будет. Имейте в виду, что вся серия тест указан общий, то есть без плюса. Просто есть небольшие отличия в разных моделях. Ну, стройка, как сами видите, средний быстрый, ближе к быстрому. Ну, и вот загруз, смотрите, видите, то есть чуть-чуть она иначе грузится, чем все остальные. И тоже палочка очень неплохая. Так, и у нас остается еще две таких дальнобойных артиллерий. Это 390-180. Тоже палка очень хорошая. Мне она очень нравится. 390-180. Одна из самых продаваемых, самых востребованных удочек. То есть это АК, это Волга, это сильное, хорошее течение. При этом она очень хорошо бросает и она очень хорошо держит течку. То есть здесь и по тесту, то есть она где-то идет от 70 грамм до 150. Вот этот рабочий диапазон веса. Соответственно, поломок на ней не было. Никаких проблем вроде никто не испытывал. И я тоже. И я ей чаще всего, в общем-то, ловил тоже, потому что у меня она действительно так зашла за эти деньги. То есть стоит своих денег, как я люблю говорить. Ну, вот смотрите, я загружаю. Двумя руками опять давлю. Видите, вот работа верхней части, а дальше она уже стоит. Вы не переживайте, течение она держит. То есть второе коленце у вас уже, как бы, на самой жесткой вершинке чуть-чуть подзагнется. Но не критично, то есть поклевочки вы увидите. Значит, и последний. Это у нас 420-180. Такая мощная палка. Это дальние дистанции, 70 метров. Она может бросить и на 80. Зависит от вашей силы, потому что палочка мощная и, в общем-то, не совсем легкая. Но, тем не менее, бросковая. Это вот дальние дистанции, это течение серьезное. По тесту она соответствует абсолютно. То есть 70 грамм она только начинает раскрываться. И где-то до 150 она работает. Плюс корм, соответственно. Нагружаем. Ну, вот, двумя руками я упираюсь. Видите, мощная, хорошая палка с такой хорошей, упругой средней и нижней третьей части. Ну вот, дорогие друзья, посмотрели. Думаю, каждый сделает сам для себя выводы. В принципе, с моей точки зрения, серия неплохая. Каких-то серьезных косяков и браков на них не случается. Единственное, покупайте фидера в проверенных местах. Мы берем товары у официального дилера бренда Maximus. Поэтому к нам вопросов в этом отношении вы приявлять не будете. Это точно. Тем более, мы даем гарантию бессрочную на заводской брак. Плюс, пока проходят акции, вы можете получить бесплатно две запчасти в год. Пару слов о чехольчике. Вот такой синтетический чехол с тремя, четырьмя даже отделениями. То есть, кармашек для вершинок и три отделения для колен на завязках на двух. Швы прострочены неплохо. Материал, как я сказал, синтетика, который не впитывает запахи и, в общем-то, не мокнет. И достаточно надежно. Подписывайтесь на социальные сети. Всего вам доброго и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok